Привет! Меня зовут Кристина Чибис и поехали! Сегодня я затрону тему волос. Мне кажется, что волосы это богатство каждой девушки. И конечно же волосам нужно уделять должное внимание, как и любой другой части тела. Так что давайте я вам расскажу о своих каких-то, скажем так, ритуалах по уходу за волосами. Поскольку я красила волосы и у меня натуральный пигмент русы, достаточно светло-русы, то есть я не скажу, что это темно-русы, а при высветлении он дает такой желтоватый оттенок. И это выглядит не очень красиво, ну мне так кажется, поэтому я всегда пользуюсь тоникой. Причем у меня голубовато-серые глаза и холодные оттенки очень красиво с ними сочетаются. Я использую тонику, точнее оттеночный бальзам тоника, в цвете 9.1, платиновый блондин. Вот такая тоника. И не скажу, что она держится очень долго и приходится частенько подкрашивать волосы. Сейчас у меня, кстати, нет вообще тоники на волосах, она полностью смылась. Тоникой я пользуюсь, наверное, раз в неделю, то есть каждую неделю я подкрашу волосы тоникой, поскольку она очень быстро на самом деле смывается. Два-три помыва головы и все, ее нету. Она не портит волосы вообще. Не думаю, что на неокрашенные волосы она хорошо ляжет, потому что в обычных волосах, то есть не высветленных, есть свой пигмент. У меня этого пигмента нету, потому что у меня высветленные волосы. Объясню. В эти ячейки, в которых был пигмент, то есть сейчас у меня нет пигмента, поскольку у меня высветленные волосы, в эти ячейки ляжет тоника. Объяснила Просто я не думаю, что на невысыпленные волосы тоника может лечь Поскольку ей просто нет места, ей нет ячеек, скажем так Естественно, шампунь и бальзам тоже влияют на качество волос Первым делом я помою просто волосы шампунем Дальше буду наносить тонику, потом буду смывать Смою тонику и добавлю кондиционер Вообще, если вы имеете дело с краской и так далее То возьмите какое-нибудь полотенце, которое вам не очень сильно жалко Потому что видите, у меня такое полотенце есть И здесь у меня из-за того, что я высветлялась, у меня высветлась и полотенце Поэтому для всяких таких экспериментов лучше брать какие-нибудь полотенца, которые вам не сильно жалко Кстати, забыла сказать, оденьте какую-нибудь старую майку Ту, которую вам не жалко, потому что тоника может замарать одежду, когда вы покрасите волосы И тоника очень плохо отстирывается После того, как я помыла голову, я высушиваю волосы руками, чтобы с них не капала вода Дальше мне понадобится фен и именно с такой насадкой, чтобы было удобнее укладывать Щеточка для укладки И масло У меня масло кокоса и миндаля Может взять любое другое Или, например, вуз для укладки Что вам больше нравится? Я выделяю пробор, он у меня посередине Сушу волосы феном Затем при помощи щетки их укладываю У меня нет какой-то определенной технологии Просто их сушу, как мне нравится Ну, а что получилось после того, как я посушила волосы Я беру масло и капаю его чуть-чуть на пальцы И затем просто начинаю как будто расчесывать у его волосы Но не до касательных корней Это очень важно То есть легко, легко, прям вообще-вообще-вообще То есть не переусердствуйте Потому что это может выглядеть потом абсолютно ужасно Можете даже на всю длину нанести Только будьте аккуратны Чтобы волосы не выглядели сальными, грязными Это очень важно Найти вот эту золотую середину На этом все Я надеюсь, что вам понравилось это видео Если это так, то подписывайтесь на наш канал Также пишите внизу в комментариях, что вы хотите увидеть в следующем видео И мы его снимем До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok